Здравствуйте! В эфире новости радио Заттык, в пражской студии Айнура Джекшезе. Правительственные войска Афганистана начали контрнаступление на захваченный накануне талибами город Кундуз. В Минобороны Афганистана заявляют, что город будет освобожден от боевиков. По последним данным, армии уже удалось отбить у талибов здание городской тюрьмы и полицейского управления провинции Кундуз. Наступление талибана на Кундуз началось накануне. Вечеру несколько сотен боевиков захватили большую часть города, а позже установили полный контроль над стратегически важным населенным пунктом на севере Афганистана, граничащим с Таджикистаном. Как отмечают наблюдатели, это первый за последние 14 лет успех такого масштаба у боевиков и самый серьезный провал администрации президента Ашрафа Гани с момента его прихода к власти ровно год назад. Сирия и Украина стали главными темами первой за два года двусторонней встречи Владимира Путина и Барака Обамы, которая состоялась в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Она прошла в закрытом формате и продолжалась около полутора часов. Как сообщает Ройтерс, Путин охарактеризовал встречу с Обамой как очень полезную и откровенную и выразил готовность России к улучшению отношений с Соединенными Штатами. Президенты России и США придерживаются диаметрально противоположных точек зрения по решению кризиса в Сирии. Путин настаивает, что борьбу с террористической группировкой Исламское государство нужно вести, опираясь на легитимную власть Башара Асада. При этом исключает участие российских сил в наземных операциях. Но в случае запроса от сирийских властей из санкций ООН допускают возможность применения авиации. Что касается позиции Барака Обамы, он озвучил ее накануне с трибуны Генассамблеи. США категорически отказываются сотрудничать с сирийским руководством, воюющим против собственного народа. Как сообщил Белый дом, во время встречи с Путиным президент США затронул тему Украины. В частности, Обама выразил обеспокоенность порядком соблюдения минских соглашений, а также намерением власти самопровозглашенных республик провести собственные выборы. В Душанбе обсудили ситуацию с туберкулезом. В организованной ЮСАИД-встрече приняли участие представители Таджикистана, Кыргызстана, России и Казахстана. ЮСАИД координирует деятельность по поддержке больных туберкулезом. В настоящее время в двух пилотных районах Таджикистана внедрен и осуществляется инновационный подход к поддержке больных туберкулезом, заключающийся в освобождении их от уплаты налогов на землю и коммунальных услуг, обеспечении продуктами питания и выплатой пособий по нетрудоспособности. Представители Минздрава республики заявляют, что в стране ежегодно улучшается ситуация с туберкулезом. Если два года назад на каждые 100 тысяч населения Таджикистана приходилось 85 больных туберкулезом, то сейчас 66. Минувшей ночью супертайфун Ду Цюань обрушился на Тайвань ливнями и ураганным ветром. Жертвами мощнейшего шторма, по данным местных СМИ, стали по меньшей мере два человека, сотни пострадали. Скорость ветра в центре тайфуна, по сообщениям метеорологов, превышала 200 км в час. Ураган вырывал с корнями деревья, сносил крыши с домов, переворачивал машины. В некоторых районах с гор сошли оползни. Без электричества остались более двух миллионов домов. Нарушены железнодорожные сообщения, прекращены авиаперелеты. Школы и многие другие учреждения закрыты. Сегодня же тайфун Ду Цюань достиг и восточного побережья Китая. Власти Канэр немногим ранее эвакуировали более 80 тысяч жителей четырех городов провинции Джетчян. Ду Цюань, 21-й в этом году тайфун, показал нешуточную силу. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. Рус.Азатных.Тричи. Всего доброго и до свидания.